сегодня у нас несколько необычный формат я не буду комментировать то что пишут нам россияне в комментах на ю тубе а также в telegram канале на нашем льви в медиа сегодня мы будем делать обзор аптечек из сухпоек украинского воина и российского оккупанта почему мы это будем делать в одном из интервью один из российских военнопленных сказал что когда их тренировали на какой-то базе под границей с украиной то там было два вагнеровца и как и когда они говорили о медицине то они сказали такую вещь что не нужно смотреть на российскую аптечку потому что она никудышнее и лучше брать у украинцев трофейную и это нас очень заинтересовало мы достали аптечку украинского воина и российского оккупанта также нам кажется будет будет интересно сравнить суточный рацион украинского воина и российского оккупанта захватчика вот вы видите здесь сухпоек российский и украинский мы ничего не открывали то то есть нам сами будет интересно что же едят украинские и российские солдаты и вот вы видите две аптечки это российская аптечка и украинская аптечка даже с самой величины можно сравнить у кого больше и лучше но давайте начнем что же в середине аптечек сейчас у меня в руке вот можно видеть даже герб россия это российская аптечка да немного маленькая что же там середине это аптечка дата выпуска 18 года вот здесь можно увидеть на камере и мы видим только две вещи вот здесь аптечка первой помощи индивидуальная утверждена начальником главного военно-медицинского управления министерства обороны российской федерации это инструкция что и как несколько страниц для заметок для чего-то сделано и содержание так что же в содержании здесь содержание мы находим это скорее всего даже не видно что это такое потому что по ходу очень старое это скорее всего пакет перевязочный медицинский индивидуальный вот вы видите от сырости даже какая-то плесень на этой штуковине есть дальше что мы видим грязная немного эта аптечка и вот такой жгут да я подчеркиваю это аптечка русского оккупанта вот такой жгут я припоминаю я родился сам еще в советском союзе вот помню у меня была травма руки и таким жгутом мне было 6 или 7 лет врачи мне перематывали руку чтобы остановить кровь кровь вот все больше ничего нету пакет и жгут это аптечка российского захватчика оккупанта давайте перейдем и посмотрим что же ой грязная такая очень нужно смести это все со стола от русской аптечки российской аптечки да почему вагнеровцы говорили брать аптечки у украинцев скорее всего она лучше и мы сейчас посмотрим чем же она лучше но даже если говорить об упаковке то она на сто процентов лучше вот мы видим здесь пакет перевязочный индивидуальный стерильный есть это аптечка украинского воина вот мы смотрим это турникет катавский это хороший производитель катавского турникета даже можем открыть чтобы все видели как он выглядит это не жут советского союза а турникет вот так он выглядит затягивается дальше есть ножницы чтобы обрезать также у нас здесь бинт марлевый медицинский это назофарингеальный воздухопровод вот мы видим бинт гофрированный кровоспас еще один пакет перевязочный индивидуальный лейкопластырь это маркер черный наверное чтобы что-то там отметить когда ранение дальше у нас перчатки медицинские даже есть две пары также здесь есть приспособление для остановления крови механическое это джгут кровоспинной даже можем посмотреть как он выглядит резиновый нужна помощь чтобы открыть его вот это такая штуковина можете посмотреть все новое хорошего качества и последнее что есть в аптечке украинского воина это перевязочный пакет с кровоспинной от герметический даже слышно звук открывается вот так оно выглядит все новое подчеркиваю то есть мы специально это не искали мы попросили трофейную аптечку и нашу аптечку и нам такие вещи передали то есть вот даже по количеству можно видеть аптечку украинскую еще раз покажу что уходит состав российской аптечки конечно лучше брать россиянам трофейную украинскую потому что фактически у них ничего нету в их аптечках что дает минобороны великой российской федерации для второй армии мира переходим к российскому сухпайку вот многие уже видели вот такие коробки они из бумаги давайте посмотрим что же едят солдаты армии оккупантов в украине и чем их снаряжает родное министерство обороны вот здесь написано индивидуальный рацион питания не для продажи срока пригодности здесь не видно на упаковке а нет видно скомплектовано 26 6 22 и срок годности до 26 0 4 24 года вот здесь внизу мы можем увидеть это все какой-то мокрый это нужно подчеркнуть наверное где-то в воде был его где-то взяли ой воняет то как то есть это не герметическая еще раз подчеркиваю вот оно так в этом в да наверное где-то в воде российских оккупант болтался это нашли вот такая герметика вот видите да это все промокло это даже видно вот на этом на камеру что несмотря ни на что упаковка вся полностью мокрая что уходит паштет нежный одна упаковка дальше это суточный рацион паштет печеночный 50 грамм и тот и тот вот так он выглядит дальше концентрат для напитка сухой фруктовая свежесть какая-то химия мокрая вот она где-то попала то есть не герметическая это все все мокрое дальше концентрат для напитка сухой бодрящий тоже мокрый все мокрое если так взять вот здесь есть такие армейские галеты из муки пшеничной обойной вот раз два две галеты это из муки пшеничной 1 сорта тоже две упаковки галет это даже пробовать не хочется потому что все мокрое далее обореватель портативный это кажется сухой спирт вот такая штучка у них есть это пакетик соли дальше концентрат напитка сухой бодрящий 2 пластиковые ложки дальше у нас жевательная резинка 10 дрожжа срок годности 24 месяца масли к этому дальше салфетка дезинфектирующая раз два три это икра из овощей из кабачков срок годности 3 года раз одна пюре из яблок из фруктов натуральных пишет пишет дальше у нас бекон армейский это консервы мясные рубленые стерилизированные что-то потекло в середине какие-то таблеточки даже есть что-то такое поливитаминный минеральный комплекс комплекс это витаминка 1 дальше что у нас здесь есть чай черный индийский гранулированный 1 2 сливки сухие быстро растворимые кофе натуральный растворимый гранулированный 2 грамма это армейский шоколад горький шоколад 30 грамм срок годности 24 месяца дальше у нас сыр плавленый стерилизированный вот такая штука масса нетто 80 грамм мы также первый раз я первый раз вижу какой рацион у российского оккупанта вот эта штука кажется потекла немного дает вонь нет что это такое сахар белый кристаллический сколько здесь 20 грамм вот такой сахар еще один сахар повидло яблочное здесь вот можно посмотреть мясо говяды с зеленом горошком и морковью мне кажется это будет интересно посмотреть как она выглядит вообще сейчас я постараюсь открыть то есть у него это с этого с вот так выглядит эта штука вообще не очень говядина это вторые обеденные блюда консервы рубленые стерилизованные дальше посмотрим говядина тушеная первый сорт тоже открыть откроем посмотрим это не то что я там хочу кого-то там унизили показать вообще вот такой я не знаю это даже на запах не очень приятно это еще нужно кушать в этом не хочу обидеть там российского солдата или еще что-то но вот просто говорю свои ощущения что не очень приятно это пахнет это еще по ходу нужно кушать да это все произведено в июне то есть четыре месяца назад и срок годности это рис курицей и овощами вот здесь пишет эта штука это тоже не очень приятно как бы пахнет и выглядит но нужно кушать солдат столько должен терпеть решение солдатской жизни и спички водо-ветро устойчивые вот так они выглядят это все убираем сухпай российский у меня все руки грязные потому что герметики ноль почти честно вам скажу вот запах не очень приятно от этого всего честно честно вам признаться все мокрое герметика очень слабо этой упаковки еще раз подчеркиваю наверное где-то было в этом в воде вот так она нам досталась ее никто не открывал на первый раз видим рацион русского захватчика российского акубана вот это русский российский рацион суточный здесь я должен сказать одну вещь мы должны были остановить съемку после того как распаковали российский сухпайок потому что оператор вот он здесь справа от меня стоит он мне сказал любомир останавливаем съемку потому что воняет очень и очень я не знаю дотяну ли я до конца съемки я честно говоря с ним сразу согласился потому что запах стоял ну не то что запах просто вонь стояла от этого российского сухпайка я не знаю как это едят российские солдаты может из-за этого что где-то пребывала во влажности но даже через это из-за этого он должен был бы быть нормальным потому что это сухпай который должен ну я так думаю я человек не армейский который который можно бы было есть вот у нас 2 сухпайок это дневной полевой набор продуктов срок хранения также два года это украинский до сбройные силы украины вот здесь пишет да он герметический мы видим как он запакован и вот мы тоже я лично буду на него смотреть потому что еще не видел украинского рациона и что там вот мы открываем да это видно что хорошего качества это не то что я там хочу хвалить украинского производителя то что кушают украинцы да в армии вот это видно что вода там не пройдет вот мы открываем и там есть еще такие три упаковки да вот раз два три то есть они тоже герметически закрыты что у нас здесь тоже это рацион ужина это рацион обеда и скорее всего это все разделено и это рацион завтрака давайте вот здесь можно увидеть здесь пишет рацион завтрака давайте посмотрим что же чем же завтракают украинские воины которые защищают свою землю открываем тоже хорошо герметически запаковано даже если где-то будет в воде его можно вытянуть и кушать смотрим это каша яичная с курицей и овощами вот мы можем посмотреть вот это на завтрак вот так же герметически хорошо упаковано одна упаковка вторая упаковка и третья упаковка даже если это все будет пробито то кашу нужно будет кушать здесь 350 грамм использовать до двадцать четвертого года тоже можем открыть и посмотреть вот это на завтрак лучше пахнет если честно вот так она выглядит если видно это каша на завтрак и еще завтраку прилагается вот ложка салфетка вахшаровая пишет дальше что у нас идет влажная салфетка есть даже не только сухая но и влажная также есть галеты 50 грамм это только завтрак и сахар кофе натуральный растворимый и соль вот больше ничего можете увидеть это завтрак украинского воина переходим к обеду это рацион обеда также вторая герметическая упаковка хорошо упакован но если посмотреть ничего не дырявое также открываем пакет здесь больше потому что это обед это суточный рацион украинского солдата смотрим здесь вот так же герметически хорошо упакован это фасоль с говядиной и овощами можем также открыть и посмотреть как это вот фасоль ну курица пахла немного лучше но это тоже кажется съедобно вот так это все выглядит ставим здесь чтобы не перевернуть дальше идем это галеты также как и были на завтрак дальше что у нас вау здесь есть даже первое суп гречаный со свининой с мясом свинины вот можем посмотреть можем также открыть да что это даже суп первое есть на обед да как суп со свининой много свинина на вас здесь плавает это видно все хорошо герметически упаковано дальше у нас есть сухари армейские вот так они выглядят дальше у нас это салфетка сухая также как в предыдущем с ложкой дальше это джем с витаминами с абрикоса дальше чай цейлонский черный также салфетка влажная сахар перец и соль все и переходим к ужину украинского воина также хорошо герметически упаковано это все вот честно вам скажу да вот мы мы это все открыли вони никаку то есть присутствует как бы запах еды здесь но никакой вони да и вот оператор дальше продолжает снимать как ничем не бывало не падает не говорит любыми расстанавливаем съемку потому что не могу держать камеру это ощущение у меня как бы честные с места событий так сказать да я не хочу там никого обидеть но вот так есть это ужин еще раз подчеркиваю украинского воина каша рисовая со свининой и овощами вот так она выглядит не знает нужно ли открывать это наверное все похоже так как есть это на ужин едят тоже масса 350 грамм тогда она упакована подчеркиваю герметически да две герметические упаковки еще третье дальше у нас сухари армейские пшеничные потому что эти были житние дальше влажная салфетка дальше мед у нас натуральный цветочный смешанный пишет вот 20 грамм мед чай дальше у нас ложка и салфетка каждой упаковке есть не там одна-две на все то есть они все вот хочу подчеркнуть они все запакованы то есть человек который воюете на войне может их распечатывать и все новое еще здесь галеты также еще одни сахар и соль больше ничего вот это суточный рацион украинского воина защитника своей страны вы все можете спросить для чего я это все делаю для чего я сравниваю аптечку российскую и аптечку украинскую для чего я сравниваю рацион солдата русской армии российской армии российской федерации и рацион солдата вооруженных сил украины сбройных сил украины мне можно верить можно не верить мы этих рационов не видели то есть мы их достали и хотели сравнить на камеру то есть так как бы некоторые из вас видят рационы и аптечки первый раз также вижу эти рационы и аптечки я первый раз для чего эти еще раз возвращаясь к своему вопросу для чего я делаю сравнение этого всего но много говорим о людях которые воюют да мы много говорим о нато до большинство украинцев хочет чтобы украина вступила в нато нато это не только техника нато это не только самолеты хаймарсы гаубицы суперсовременные это не только дроны но это также и отношение к человеку украина пока что не в нато но отношение вот лично у меня сложилось мнение отношение к рядовому солдату в украине намного лучше чем министерство российской федерации к своему солдату так мы это все можем увидеть на примере рациона и аптечки то есть государство украинскому солдату к украинскому защитнику ставится у него отношение к нему уважительное да потому что вот это все до каши герметика рациона это все подчеркиваю да так как наполнена аптечка украинского воина и так далее и мы видели как наполнена аптечка российского оккупанта что он есть мы даже не мол не могли дотянуть до конца запись потому что очень воняло еще раз хочу подчеркнуть украинцев есть уважение к своим солдатам потому что они защищают землю свою свой народ и свою нацию и для них должно быть самое лучшее что делают российские солдаты на украинской земле для меня непонятно и для меня непонятно что это все было российская аптечка и российский сухпайок